А перед началом, позвольте мне представить спонсора этого ролика, Наруто Онлайн. Если кто не знает, то это первая официальная браузерная игра по невероятно культовой вселенной Наруто. Сюжет игры разворачивается буквально согласно сюжету аниме. И это здорово, можно просто играя, вспомнить что происходило в самом тайтле. Тут присутствует огромное количество персонажей, включая Сакуру, Саске, Гару и конечно же самого Наруто. А еще, пока вы играете, время от времени будут появляться вставки из аниме, так что ностальгия обеспечена. Переходи по ссылке в описании и возвращайся в детство. Pixar это одна из тех студий, чьи произведения в большинстве своем являются превосходными. Но в последнее время у них как-то не очень получается. Всему виной видать Микки Маус. Мультфильмы, которые выходили в 2000-х, в среднем куда лучше тех, что выходили в прошлой декаде. Но есть один проект, который еще в золотые годы Pixar считался так себе. На мое удивление, это оказались тачки. И когда я говорю тачки, я подразумеваю всю трилогию. Первая часть вышла в далеком 2006 году, и именно она, естественно, заложила фундамент всей франшизы. Лично я, как в детстве, так и сейчас, очень люблю первую часть вселенной. Но одно дело, что мне нравятся тачки, другое дело, кем этот мультфильм и вся трилогия является в сущности. Я уверен, что многим из вас, да наверное почти каждому, нравилась хотя бы первая часть трилогии в детстве. Кому-то нравятся тачки 3, и это вполне понятно. Если не учитывать второй эпизод франшизы, который получился, прям можно сказать, отвратительным, и про который мы поговорим чуть позже, то все выглядит не так плохо. Но дело в том, что на Западе многие произведения считаются не такими хорошими, как у нас. Стоит вспомнить хотя бы приквелы Звездных войн, которые у нас почти все обожают, но которые на Западе презирают и ненавидят. И примерно то же самое касается и всей франшизы тачек. Если вы сравните оценки на IMDb и Кинопоиск, то без проблем увидите эту разницу восприятия. Как мне кажется, наш подсоветский зритель не имеет такую же тенденцию к поиску проблем того или иного тайтла. Люди чаще всего просто смотрят и им норм. Для нас голливудские фильмы, особенно раньше, были в новинку. Да и концепция, где все живые существа это машины, самолеты и поезда, нам показала забавной. На Западе же нашлось куда больше людей, которые возненавидели эту идею. Вообще, если вы взглянете на различные топы мультфильмов Pixar и тому прочее, вы увидите, что абсолютно вся франшиза тачек находится в самом конце списка, даже в наших русскоязычных рейтингах. То есть, проблема этой трилогии куда глубже, чем просто разница восприятия выходцев из разных стран. Огромную роль, конечно, играет то, что Pixar, наверное, лучше студии анимации. А в 2006 году они были чуть ли не на самом пике. И после выхода Суперсемейки, Истории игрушек и Корпорации монстров, все ждали чего-то сверх выдающегося, а получили тачки. Лично мне, первая часть доставляет даже сейчас. Я был крайне уделен тем, что это практически самый провальный мультфильм студии, за исключением тачек 2. И поскролли немного интернет, и подумав над причинами провала франшизы, я пришел к следующему. Все дело заключается в концепции вселенной. Суть в том, что сама идея мира, в котором живут одни леживые тачки, самолеты и поезда, и сделала мультфильм, а также последующие продолжения, обреченными на провал, в таком понятии, как раскрытие героев и мира в целом. Сейчас объясню. Скажите мне, что делают тачки в своей сути? Зачем они нужны? Правильно, они едут. А что еще они делают? Эм, ну, они едут. Машины, это изобретение человека, и в сути, все, что они могут и должны делать, это ехать. И это именно то, что происходит во всей трилогии, они все время едут. Авторы идеи, сами же загнали себя в невероятно скромные рамки, в которых они должны были развиваться. Мир тачек, по существу, это мир людей. Почти все, что в нем есть, это то, к чему мы привыкли. Практически все их вещи адаптированы под людей. Вас никогда не смущало, что вещи и мебель в их домах, или если угодно гаражах, выглядят уж более неподходящими для машин? У них там и книжечки, маленькие сувенирчики, коробочки и так далее. Вопрос, как они их используют, и зачем они вообще им нужны? В сравнении, вот вам мир Зверополиса. Тут каждая деталь сделана под местных обитателей. Когда ты смотришь мультфильм, ты понимаешь и принимаешь тот факт, что это их мир, созданный ими же. Этот мир выглядит следствием привычек и потребностей населяющих его существ. Но когда ты смотришь тачки, у тебя возникает вопрос, а точно ли это их вселенная? Не должны ли тут быть люди, ведь тут почти все для людей? Впрочем, ладно. Как я и сказал, машины созданы для того, чтобы ездить на них. Они, по идее, не умеют ничего, кроме как ездить. И возникает вопрос, как они рождаются, размножаются и, да, умирают. Неужели у них рождаются маленькие машинки, которые потом превращаются в больших машинок? Ведь у них действительно есть дети машины. Мы их видели в мультфильме. В картине роботы, например, нам прекрасно дали объяснение, откуда у них берутся дети и как они вырастают. Это было достаточно оригинально. Ты пропустил доставку? Ох. Но ничего. Делать ребенка мы будем вместе. Но в тачках у тебя лишь сплошные вопросы по этому поводу. А еще их мир, это прям какая-то дикая иерархия. Если ты родился машиной-гонщиком, ну, ты гонщик. Если ты родился машиной, извините, школьным автобусом, ты должен, эм... Зачем он вообще существует? Зачем им школьный автобус? У Молнии Маквина, например, в первой части не было фар. То есть, он исключительно создан, чтобы ездить на специальных трассах. А в обычных местах он не издок от слова совсем. Этот парень вообще родился поездом. И ему нужно все время просто ездить по рельсам. Я уже молчу про этих ребят. Да и в сущности, кто может быть важнее, чем гоночные машины? Ведь они делают именно то, что должны. Ездят. Мне даже создается впечатление, что в их мире, кроме этих гонок, ничего нет. Все собираются и просто смотрят, как одна тачка перегоняет другую. Такой мир невероятно ограничен. Создатели мультфильма после первой части поняли, что стали заложниками своей же концепции. И создали отвратительную историю про машин-шпионов. Сиквел тачек – это буквально олицетворение фразы «высасывание из пальца». И если, как я сказал, первая и третья части еще нормальные, то вторая объективно ужасна. Тачки 1 и 3 рассказывали нам душевные истории, которые довольно сильно были связаны с молнией. Они были знакомы с зрителем, и даже несмотря на то, что нам показывали проблемы машин, в сущности, это были проблемы людей. Ведь Макуэйн точно так же мог бы быть человеком на своей красной тачке с номером 95. И по сути, ничего бы особо не поменялось. Во втором же эпизоде весь фокус перешел на Метро, на второстепенного персонажа от А до Я. Весь его потенциал заканчивается на том, чтобы веселить публику, но не более. И выбор его в качестве главного героя сиквела довольно странный. Ведь за ним попросту неинтересно наблюдать. Он 100% второстепенный герой, и когда на него взвалили обязанность главного персонажа, он не выдержал. Он по-деревенски шутит, и это довольно забавно, если это происходит внезапно и мимоходом. Но когда это все, что у вас есть, бой о бой, у вас большие проблемы. И ладно Метро, во второй части нет своей атмосферы. И помимо уже упомянутых проблем со вселенной, тут у нас шпионы. Машины-шпионы, это невероятно нелепо. И ничего кроме, извините меня, полиробокар, я не могу привести в пример. Присматривая недавно сиквел тачек, на протяжении всего просмотра, меня не покидала мысль о сравнении с этим детским мультфильмом. Там машинки-трансформеры помогают жителям и миру в целом. Что по сути и происходит в Тачках 2. Эта концепция абсолютно бестолковая, особенно для такой студии как Пиксар. В сиквеле машины перестали делать то, ради чего они тут видимо существуют. Они не едут. На первый план вышел никому не нужный заговор и тайное общество. Все ждали гонки, а получили Джеймса Бонда. Да что уж, сама студия Пиксар признает это. И желает лишь забыть, что этот мультфильм вообще существовал. Ведь в третьей части все выглядит так, будто второй никогда не было. Она будто бы сон, или очередная часть баяк метро. Огромной проблемой концепции мира тачек является то, что персонажей нельзя раскрыть никак иначе, кроме как через разговор. Главное правило не говори, а показывай, они не выполняют. И не то чтобы создатели тут поленились, просто идея вселенной не позволяет. Тачек нельзя показать большого количества ракурсов. Нельзя показать его лицо снизу, как с людьми, в особой близости и так далее. Либо сзади, либо спереди. Это все, что тебе дано. Таким образом, мультфильм становится до безобразия однотипным и ограниченным. В кинематографе перспектива и ракурс имеют огромнейшее значение для подчеркивания определенных аспектов. С людьми это можно делать без проблем. Но когда ты имеешь дело с машинами, то начинаются гигантские затруднения. Поскольку они тачки, то они могут либо говорить, либо ездить. Все. Икраскрытие может происходить только через эти две координаты. Так как езда мало чем может раскрыть персонажа, хотя в некоторых случаях у них даже это получалось, то ситуация выходит довольно скудной. Конечно, когда я говорю, что тачки провальная франшиза, я вовсе не имею в виду, что она плоха. Она нормальная. Просто в контексте Pixar она выглядит очень слабой, хоть и горячо любимой русскоязычной публикой. Да и в финансовом отношении, назвать ее провальный язык не повернется. Эти детские игрушки Молнии Маквинна, наверное, будут продаваться еще до скончания времен. Дело лишь в том, что из-за своей же концепции они потеряли огромные возможности сторителлинга и раскрытия персонажей. Мультфильм воистину провалился, хотя бы только по рейтингу, общественному мнению на Западе и так далее. А также он несколько испортил репутацию студии, особенно этот сиквел. Но все же, работая с той концепцией, которая была у создателей, у них даже получилось сделать относительно хорошую историю про понтовитого гонщика, который нашел мир и смысл в отдаленной деревеньке. А также про исполнение мечты, уход на пенсию и принятие того, что рано или поздно твое время придет. И не надо говорить, мол, это мультфильм для детей, и все, что я говорил в этом видео, не имело значения. Имело. Детям, как никому другому, нужно подавать качественный продукт, чтобы они привыкали к качественным вещам, а не всяким поли-робокарам. Да и мультики смотрят не только дети. Я вот до сих пор в этом всем, свои 21. Создатели Зверополиса запарились над миром, и в итоге у них получилось отличное и комплексное во многих аспектах произведение. Но несмотря на все, что я говорил в этом видео, я все еще люблю третью, и в особенности первую часть. Ведь она была для меня чуть ли не самым обожаемым мультфильмом в свое время. Идея картины все еще привлекательна и актуальна, да и за гонками посмотреть интересно. Мультфильм был атмосферным, и возможно именно поэтому большинству зрителей плевать на то, что у них вещи в доме не подходящие, а сама концепция глупая. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и поставить колокольчик. Так вы сможете первыми узнавать о новых роликах. Всем большое спасибо за просмотр, еще увидимся.